Сегодня в Гомеле однажды шли 70-ти годы подразделению специальной разведки. На мероприемство запросили былых военнослужащих, которые в свой час принимали удел в спецоперациях на территории Советского Союза и за его межами. Зараз у областной организации Белорусского громадского объединения ветераны военной разведки наличивается 51 человек. Об своей былой службе не рассказывают. Некоторые операции, у которых они принимали удел, засакрешены до этого часа. А вот некоторые виды узброения, которые используются подчас проведения спецопераций, можно было убавить на выставе, которую представил Речицкий военно-патриотичный центр специальной подрыхтовки допризывной молоди «СКИФ». Еще одна выстава просвещена публикациям об белорусах, которые принимали активный удел у разведывальной деятельности. Брашанин Петр Ивашутин, 25 годов, изначалево уголовное разведывальное управление Генерального штаба Узбройных сил Советского Союза. Уроженец Хойник, Миколай Селивановский, был наместником нашальника знакомитой контрразведывальной организации «СМЕРШ». А об деятельности разведчика Скормянского района Лева Ходановиша можно мерковать по отриманных им восьми орденах. Боевые узнагороды дарыши есть и в шматках у членов объединения ветераны военной разведки. Люди, которые состоят на учете в нашей организации, сказано однозначно – ветераны военной разведки. Кто-то служил в радиоэлектронной разведке, кто-то в артиллерийской, кто-то в специальной, кто-то в воздушной разведке, кто-то в войсковой разведке. Большинство ветеранов они служили в Советской армии. А в Советской армии служили и за пределами Советского Союза, и на территории Советского Союза. Продолжение следует...